Книги «Исход» или «Шмот» называются «Ваякхель и Пкудей». Читаются они обычно вместе, поэтому мы тоже будем их вместе разбирать. «Ваякхель» — это «Исход» 35 глава с 1 стиха по 38-ю, 2 стих. Автора Млахим, 1 книга, 7 главы 13 стих, по 26 стих и с 40 по 50 стих. 1 Млахим соответствует у нас Третье Царство. Начинается недельная глава так. «Ваякхель Маше, этколь ададны Исраэль, ваэмер алейхем, эле гадваим, ашер цива аданай, ласот атом». И созвал Маше всю общину сынов Израиля и сказал им, вот что повелел Бог сделать. И сразу же говорится о субботе. Шесть дней совершается работа, здесь имеется в виду работа, которая называется Меллахам. «А день седьмой, да будет свят для вас день полного покоя». Здесь сказано «шаббат шабатон», то есть суббота суббот. Это показывает на важность субботы, посвященного Богу. Всякий, кто совершает в этот день работу, будет предан смерти. Если мы посмотрим содержание этих глав, они как бы повторяют все, начиная с того момента, как была дана заповедь о построении Скинии. Итак, начинается с предупреждения о соблюдении субботы, затем о сборе пожертвований на строительство Мишкана и его деталей, а также назначение Бацареля и Галевава на руководство работ, повторение указания о жертвованиях и работах Мишкани, а также о том, что собой представляют шатер, завесы Мишкана, Арон-Хакадеш, святой ящик со скрижалями, стол, минора, золотой жертвенник, жертвенник для жертвы Аллах, умывальник, киор с подножием, двор и сам Мишкан. То есть, кажется, как будто бы повторяется все то же самое, что мы уже читали и что мы изучали. Но, как вы знаете, что нет ни одного лишнего слова в Торе и нет ни одного лишнего повтора. Поэтому, раз что-то повторяется, значит, это особенно важно. И когда в начале мы говорим «Вайаггель маше, эт коль адат мне Израэль». Вайаггель имеет корень «кагал», то есть собираться вместе, собираться в общину, собираться кагалом. И что такое «кагал» или «кагэла» – собрание? Это объединенная одними интересами группа. И таким образом обозначается собрание верующих. В Новом Завете – экклезия. Экклезия – это что? Это означает «собрание призванных». Собрание призванных. И народ Божий обычно переводится словом «ам». Но в данном случае здесь говорится «общество свидетелей». Община – сынов Израиля. И они собираются в кагал. Кагал также собирать, созывать. И кагэла – еврейская община, имеющая смысл собрания. И имеются однокоренные слова, как каген, то есть служитель общины, и кагалет – проповедник общины, а по-гречески – экклезиаст. И вот когда говорится об общине, здесь употреблено также слово «неам» – народ Израиля, а «эда». «Эда» – это «айн далит» – «гей». И передается как «община», «народ», «общество». И слово «эда» связано с глаголом «ле-гаид». «Ле-гаид» – свидетельство, правда? «гаид». Аиды что у нас делают? Аиды – это свидетели Божьи. Отсюда «эда» можно привести не только «община», а «община свидетелей» или «община свидетельства». Есть свидетели Иеговы, но мы – община свидетелей Иешуа Мессии. То есть мы – община свидетелей Нового Завета. И в Новом Завете несколько раз употребляется в таком смысле и в таком контексте. Хотя мы знаем, что Новый Завет написан был на греческом языке, но писался он евреями, которые мыслили по-еврейски и говорили по-еврейски. И, естественно, здесь имеются еврейские мысли. Очень полезно, если мы читаем даже Новый Завет, который, казалось бы, греческий, но с точки зрения иврита. Потому что мы размышляем, как вот это было бы на иврите. И мы открываем нечто новое. И еще мы видим, что свидетелем является община, свидетелем являются заповеди Божьи. Некоторые заповеди Божьи называются как законы, некоторые заповеди называются эдут, то есть свидетельства. А также свидетелями являются, по сути, осознатели суббота и храм. И поэтому сразу, как идет речь о свидетельстве, то первое свидетельство – это суббота. Что мы делаем, когда мы празднуем субботу и отмечаем субботу? Мы храним субботу, мы помним, что Бог, Творец, Бог шесть дней создал мир. И в шаббат этот день был освящен Господом и отделен, освящен и благословил Господь. Осветил, отделил, значит, и благословил Господь день субботний. Поэтому суббота является свидетельством, свидетельством о Боге. И помните такая пословица, что не всегда евреи соблюдали субботу, но суббота хранила Израиль. И свидетельством является храм и жертвенник. И назвали сыны Рувемию и сыны Гадовы жертвенник Эд. Потому что, сказали он, это свидетель Эд между нами, что Господь есть Бог наш. Это книга Его Шабеннун, 22 глава, 34 стих. Итак, жертвенник является свидетелем. И самое величайшее жертва и самое величайшее свидетельство Божьей любви – это жертва Ишуа Мессии. И свидетелем Завета является сам Ишуа Мессия, как живая жертва и живое слово. Потому что еще Иов, который, как предполагают, жил тогда, когда на земле не было ни одного еврея, он говорил так, книги Иова, 16 глава, 19 стих. И ныне вот на небесах свидетель Эд, свидетель мой, Эди, и заступник Шахер, свидетель мой вышних. Значит, Эд – свидетель и заступник мой вышних. Именно Он, Мессия, есть наш свидетель на небесах. Итак, Ишуа засвидетельствовал нам всем о Боге, о Его любви, о любви Отца, о жертвенной любви. А также Он является нашим свидетелем и нашим заступником, то есть адвокатом на небесах. И когда употребляется слово «экклезия», то говорится не просто «община», а «община избранных» или «община посвященных». Ну, еще употребляет слово «церковь», а «церковь» происходит от чего? Правда, «церковь» и «цирк» похожи друг на друга эти слова. «Кирконен», то есть «круг» в классической латыни, в отличие от «гоцкой» вульганной латыни, на которой переведена Библия и названа «вульгата», там вот эта буква, которую мы читаем «ц», всегда читалась как «к». Поэтому «энкефален», «кэнтаурус», а не «цинтаурус», «энцефален», как сейчас читают. Поэтому «кирконен», «круг». И отсюда два диалекта немецкие. Один был готский диалект, где «к» перешло в «ц», и получилась «церковь». «Церковь». Другой будет «кирконен», от слова «кирха». 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 Во французском языке будет «эглиз», в итальянском «кьезо», в испанском «иглезе». Помните, был такой Хулио Эглезиос, он был певец и футболист известный. И есть два таких измерения еврейской общины. Индивидуальный и общественный. И когда мы говорим о том, что мы все люди, собранные в одно общество. С одной стороны, каждый из нас разверняет свою индивидуальность. И, например, в соблюдении субботы каждый еврей действует отдельно, внося свой индивидуальный клан действия общины. Но одновременно, совершая субботу, мы вместе свидетельствуем. Все семьи, каждая семья в отдельности собирается, но все семьи мы вместе. И вот это ощущение себя как отдельной индивидуальности, и второе измерение ощущения себя как части народа. Это очень важно. Это то, что впоследствии церковь, протестантская церковь утратила. Потому что протестантизм развивался в условиях первичного накопления капитала. Когда все люди были друг другу конкуренты, и каждый был сам по себе. И вот часто мы можем видеть, что каждый из нас спасается индивидуально. Но есть еще вопрос завета. Есть завета, который Господь заключил. И с кем Господь заключил? С церковью? Бог заключил завет с израильским народом. А остальные, да, неевреи, они входят в этот завет из милости. И они становятся едиными. И вся церковь, весь организм, это и умершие, и ныне живущие, и те, которые будут, рожденные свыше. Евреи и неевреи. Но роль евреев и неевреев в церкви сохраняется особенная. Потому что, когда говорится о спасении, да, нет разницы между женщиной и мужчиной, и так далее. Но это в чем? Это имеется в виду конкретно в контексте, когда говорится о спасении. Спасение каждый из нас получает через Иешуа Мессия. Но, будучи в теле Мессии, каждый из нас выполняет определенные обязанности. И здесь есть разница, конечно, между мужчиной и женщиной, и евреем и неевреем. И когда протестантские динаминации, допустим, молятся, то у них носится зачастую индивидуальный характер. То есть каждый молится, в первую очередь, за себя, за свою семью, затем за свою церковь, а затем дальше за весь мир. Но, когда молятся евреи, они всегда говорят, сделай мир нам и всему Израилю. То есть еврей, он является частичкой, частичкой народа Израиля. И мы, как мессианские евреи, ни в коем случае не должны терять эту связь, эту связь с Израилем. Для нас это очень важно. И суббота названа свидетельством и знамением. И созвал Маше всю общину сынов Израиля и сказал им, вот что, по миле Богу, сделает. Шесть дней может совершаться работа, а день седьмой – это будет свят для вас. День полного покоя, посвященного Богу. Всякий, кто совершает в этот день работу, будет предан смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших. День субботный. Видите, это знамение. Это знамение. Суббота была дана еще Адаму. И этот день установлен самим Господом. И нету никакого постановления Божьего за знамение субботы и воскресенья. Мы рады. Мы рады, что Ишоа Мессия воскрес. И Он воскрес в первый день недели. И это символично, потому что это что? Это новое начало. Бог сотворил землю в первый день недели. И Ишоа Мессия дал нам спасение и искупление в первый день недели. Но суббота – это нечто особое. И когда говорится о субботе в Новом Завете, говорится, что для народа Божия сохраняется субботство. То есть соблюдение субботы. Соблюдение субботы. И интересно, когда Адам был в раю, было написано «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Так написано в Русской Библии. Но прохлада дня в действительности написано «рух». То есть «дух дня». Ну, может быть, прохладный ветерок, правда? Но, может быть, «дух дня». И говорится о духовном дне или дне духа. То есть, они прогуливались, да, в день духа. И я был в духе в день Господень. Говорит в своем откровении Иоанн. Это можно перевести так, что я был в духе, то есть дух Божий сошел на меня, да, в день Господень. Или я был в духе, я, будучи в духе, был перенесен в день Господень. Иоанн Адонай. То есть, день, когда окончательно будет решаться судьба каждого. Это дни прихода Господа. И когда говорится о Господней дне, всегда Господний день – это что? Суббота. И Ишуа говорил, что он, Господин, субботы. В русской Библии неправильно переведено, что я был в духе в день Воскресенья. Там было написано в оригинале – духи, день Господень. Опять в этой недельной главе говорится о приношениях, о том, как они были принесены, «Каждый, кто подвигло сердце его и кого побудило это сердце». И когда написано «подвигло сердце его», употреблен глагол, означающий «брать на себя ношу в сердце». Это мы и разбираем. 35 глава, 21 стиха. «Каждый, кого подвигло сердце, и каждого, кого побудил дух его». А каждый, кто побудил дух его, буквально стоит слово «ободрил дух его». И пришли они в семейном согласии, буджья и жены вместе. Это очень интересно. Потому что, если мы будем рассматривать с этой точки зрения, нельзя принимать дар от жены без разрешения мужа. Часто женщины сдают десятины или какие-то прожертвования и не советуются с мужьями. И пришли они с женами. И это сказано по хвалу женщинам. Каждый, кто возносил приношение. И мы уже говорили, что это было добровольное приношение. Употреблено слово «недава». «Недава» – это добровольность, добровольный дар, добровольное деяние Богу. И это добровольное, когда тебя не просят. Но ты радуешься, потому что ты имеешь возможность дать. Были назначены мастера. И мы об этом тоже уже говорили. Мы говорили об Ицалеле, на котором Дух Божий. И он был отделен такими качествами, как хахама, то есть умение, искусство, опытность и премудрость. Но не человеческая премудрость, а сверхъестественная, Божья. Разумение. Здесь употреблено слово «тихуна», что означает разумение, благоразумие, умение, искусство, а также ведение, даат. Вы знаете, что есть просто знание, да? А есть ведение, познание, глубокое познание. И это было познание глубокое, дано сверхъестественным образом. Мы не можем себе представить, чтобы один человек обладал дарами, во всех областях буквально искусство. Но это чудесным образом возможно в Господе. К любому ремеслу. Здесь употреблено слово, которое означает «дело», «работа», «занятие», «профессия», а также «служение», «служба» и «талантов руководить». Руководить, одарил Бог сердце его. Здесь интересно употреблено слово «ира». И «рах» означает бросать, метать, набрасывать груду камней, как памятник, стрелять, пускать стрелу, а также орошать, давать пить, поить, наставлять. То есть, если мы говорим, опять-таки, то, что мы делаем, то мы и получаем. Говорим «брак», получаем «брак». И когда мы говорим «руководитель», то он руками вводит, непонятно, своими или чужими руками. Наверное, чужими руками вводит. А здесь, говорится, особое свойство – умение учить и уподавляться дающему воду в пустыне или щедро, решительно бросающего свой талант людям, или пускающего, как стрелу, и не боящегося остаться с пустыми руками. Вот такие качества показаны для Божьего служителя, для Егоша Абенуна, который является прообразом для нас. Он является образцовым служителем Божьим. И дальше говорится о строении Скинии. Мы уже об этом говорили, о строении Скинии. И можем когда говорить, вот еще, что важно для нас, видите, ангелы на крышке ковчега. Он сказал ангелы, ангелы, и сделал крышку из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, два локтя – это около метра, а ширина – полтора локтя. И сделал двух кровим из золота, чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. Одного кровима с одного конца, с другого кровима с другого конца. И таким образом были кровимы с распротертыми вверх крыльями, покрывали крыльями своими крышку, а лицами были обращены друг к другу. К крышке были лица херувима. Это удивительная вещь, потому что мы знаем, что есть запрет изображать любых животных, как существующих, так и мифических, так же ангелов, или всякую другую тварь. А тут самым святом святых были ангелы. Ангелы – меллахим, а херувим – крувим. И это напоминает нам известное – короли и капуста. На тесте был такой вопрос у вас, и будет вопрос. Значит, где находятся короли и капуста. И вот ангелы – меллахим. И когда мы представляем ангелов, то мы чаще всего представляем каких-то, ну, существ человеческого облика, имеющих крылья. Я, честно говоря, ангелов всегда видел без крыльев. Ну, как кто себе представляет? Иногда рисовали ангелочков в виде маленьких детей, что совершенно не соответствует Библии, потому что ангелы – это очень сильные существа. Может быть, они имеют вид людей. Иногда бывают люди, ангелы встречали, люди ангелов, да, и что? Не отличали их от обычных людей. Если бы ангел пришел среди нас, он бы не был в таком белом балахоне, как его рисуют, а, скорее всего, он пришел бы, как обычно, одетый человек. И только по его действиям, которые он будет производить в нашей жизни, мы будем знать, что это действует ангел. Большинство же ангелов для нас невидимы. Говорят, что каждому человеку дается два ангела при рождении – добрый и злой. Добрый подвигает его на добрые поступки, злой – на злые. Так это или иначе, я не знаю. Но в Новом Завете ангелы названы служебными духами. И они действительно несут определенную службу. Есть ангелы, которые высшие в небесах, ангелы воинств и так далее. То есть, есть определенная иерархия, как ангелов Божьих, так и ангелов, которые были с Сатаном, то есть противником Божьим. Мы видели встречи с ангелами Авраама, а также Даниил, да, Гедеон, Маной, который был отцом Самсона, Захарией, отцом Иоанна Крестителя. То есть, зачастую, часто эти люди не замечали, что перед ними ангелы. Но есть определенные виды ангелов, которые выполняют функции. Вот, например, Серафим. Серафим – это не один ангел. Сараф означает обжигающий, а Саруф – паленый. То есть, это существа, которые обжигают. Это огненные ангелы. Они находятся у престола Господня. И, наверное, их функция, во-первых, прославлять Творца, во-вторых, чтобы ничто нечистое не вошло в присутствие Божие. Подобно тому, как очищается золото через переплавку, да, также происходит и очищение через огонь. Все нечистое сжигается. С другой стороны, говорят, что это опаленные существа, то есть очищенные, подобно нетленному золоту. И только будучи такими, мы можем восхитить хвалу Богу. И интересно, что Сарафим – это существо, которое обжигает язык пророков. Исаия был уже пророком и известным среди Израиля. И его слова потрясали князей и народ. Но для того, чтобы пристать перед Богом и проповедовать Слово Божие в дальнейшем, его язык должен был быть, что? Саруф, то есть обожжен. Обожжен. Чем? Огнем. И когда говорится об огненных испытаниях, можно представлять различные виды огненных испытаний, которые могут быть у нас здесь и в будущем, если мы не будем достаточно чисты. Потому что все подвергнется испытанию. И то, что нечистое, все сгорит. Строит ли кто из сена, соломы, из золота? Здесь говорится не о неверующих, которые вообще ничего не строят, а о верующих. И поэтому есть верующие, которые сразу получают награду на небесах, а есть верующие, которые спасутся, но как бы из огня. И еще одна разновидность ангелов – это крувим. Херувим – это меч. А крувим – это еще можно перевести, видите, капусту, говорят, в качении капусты находят детей. Или в переводе с арамейства – ангелы, имеющие детское лицо. Они выражают мощь и действие. Впервые встречаемся мы с крувим в Эдемском саду. И там эти ангелы охраняют сад от Адама. Интересно, что Ган-Эден, оказывается, не был уничтожен Богом после греха. И еврейская традиция говорит, что лишь потоп смыл Ган-Эден с лица земли. Но Адам и его потомки не могли войти в этот сад. Почему? Потому что ангел Херув охранял его. И такие же описания Херува. Например, Псалом 17, 10, 11. «И наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его. И воссел он на Херувим, и полетел, и вознесся на крыльях ветра». И особенно удивительное описание Херувим мы видим у пророка Иезекииля. То есть Херувим еще выполняет функцию такую, что они возят на себе Господа. Бога не надо возить, но слава Божья, она где находится? На Херувим. Он восседает. И также на крыльях Херувим было то седалище, где восседала Шахина. Итак, смотрите, что делает Херувим. Они восседают на торы, сокрытые в качеге Завета, которые сокрыты в качеге Завета. Херувим передают особые послания Богу, верным Божьим посланцам. Херувим имеет множество лиц, как мы видели. И Херувим, они находятся в особом отношении с Господом. И теперь немножко, совсем немножко, мы поговорим о последней недельной главе, которая будет называться у нас «Пкудей». «Пкудей». «Пкудей» означает «указание». Пакит, чиновник на современном июрите, «Пакит» делает что? «Пкудей» – «указание». Итак, глава торы «Указание» – это Шмот, 38 глава, 21 стиха и до конца книги. А втора «Млахим» – первое, то есть Третий Царств у нас, 7 глава 51 стиха, по 8 главу 21 стих. И здесь говорится об итогах. Вот итоги сооружения шатра откровения, шатра свидетельства, подведенные по приказу Маше левитами, руководимыми Итамаром, сыном Аарона Гакагена. То есть, когда строили Скинию, левиты, руководимые Итамаром, сыном Аарона Гакагена, подробно записывали, какая работа производилась, кем, сколько было выдано материала. Но можно сказать, что были они тут щитоводы и кладовщики. И в результате был подведен итог. Итоги. В данном случае, мои указания, может быть, или итоги подведены. И это указывает на важность учета и контроля. Каждый из нас должен быть на своем месте. Есть такая еврейская притча. Один из самых опытных и набожных резников пришел к Рэбе с просьбой. Рэбе, освободите меня от должности. Я решил переменить профессию. На прошлой неделе я просматривал книгу законов кошерного боя скота. И там так много тонкостей. Друг я какую-то из них нарушил. Ну что ж, будь сапожником. Но учти, что тогда евреям придется покупать мясо у резника, который не боится ошибиться. И нарушать закон. Поэтому каждый из нас должен быть на своем месте. И так резник и остался резником. И здесь говорится подробно. Почему же говорится подробно? Потому что Маше повелел все записать. «Всякий человек, доходящийся на посту и несущий определенную ответственность, он является естественной мишенью для различного рода клеветников». «Раб мой, Моисей, верный в моем доме». Так Рохотелезон Моисей в числах 12 глава, 7 стих. И все же Библия считает необходимым отсчитаться, сколько пожертвовано было ицаритянами золото, сколько пошло на украшение скини, сколько серебра и сколько меди. Поэтому здесь говорится «Исчисление того, что утреодненно скини сделаны по повелению Моисея». И это очень важно для наших общин, для нашей церкви, потому что мы все должны быть подотчетны. И этот отчет был опубликован, то есть все люди, каждый слышали и понимали, что было на что потрачено. То есть люди, сограждане, общество должны обязательно иметь доступ к соответствующей информации, чтобы убедиться во всем самолично. «Три раза в год в Иерусалитском храме доставали деньги из казны». Здесь речь идет о хранилище, где находились средства, собранные с населения, в качестве так называемого шекельного налога. Мы уже говорили об этом. Полшекеля, да? Три раза в год. За полмесяца до писах, за полмесяца до шавод и за полмесяца до сукот. «Тот, кто шел доставать деньги, не должен был надевать ни туники с длинными рукавами, ни сандалий, никакой другой обуви, потому что вдруг бы он что-то мог туда спрятать. И если потом разбогатеет, чтобы люди не говорили, что он обогатился за счет храмовых денег». И следует стараться быть угодным людям и также стараться быть угодным Богу. подводит итог трактат «Шкалим», третья глава, первый и второй стих. Итак, Моисей хотел заткнуть рты злословищем. И Медраж говорит так. «Когда Моисей выходил из Кини, народ вставал и становился каждый ухода шатер и смотрел вслед Моисея». Это мы видим в исход 33, дробь 8. А зачем же они стояли? Куда же они смотрели? И что означает «смотрели вслед»? Медраж Танхума говорит так, что они таращили на него глаза, посмотрели. Не взяли Моисея в чем-либо обвинить и оговорить. И что же они говорили, читаем мы Медраше? Они говорили, злядя на его широкую спину, «Глядите, какая шея, какие ляжки, неудивительно, кормится за наш счет». А другие отвечали, «А что вы думаете? Человек в распоряжении, который все имущество скинет, так там и столько серебра, золота, еще не ввешанная, не считанная, никому не подотчетная. И что человек на таком деле не сбогател. Вот поэтому, когда Моисей услышал это, он сказал, «Клянусь жизнью, как только закончится работа по сооружению скини, предоставлю полный отчет». И полный отчет был дан, как пример всем нам. И мы видим, что эти главы, о которых мы сейчас говорили, они как бы повторяют главы предыдущих. Что это? Может быть, просто было собрано, как-то неудачно скомпилирована книга, может быть, это вольность Мошея или опечатка. Но каждый повтор, каждый из нас важен. И нам важно знать, как мы можем быть призваны, как мы можем использовать тот дар, который Бог вложил всех нас. И поэтому главы Вейгель и Пкудей, Трума и ТЦВ, хотя кажутся похожими друг на друга, они имеют различный смысл, хотя они все связаны с заповедью о построении Мишкана, то есть скинии. Разница между ними заключается следующая. Из главы Вейгель мы узнаем, что Моше собрал израильтян, чтобы передать им заповедь Всевышнего о постройке святилища. Пкудей рассказывает о подсчетах, проведенных Моше, собранных всех пожертвованных материалов. И заканчиво закрыло облако шатер Откровения, слава Бога наполнил шатер. 40 глава, 34 стих. Основная мысль главы Вейгель это служение евреям Всевышнего. То есть как они построили святилище, как использовали свое имущество, тела свои и души. Имущество. Потому что для постройки святилища они выделили 13, есть мнение, что 15 видов добровольных пожертвований. Свои силы, то есть тела, потому что они это святилище строили. И говорится о подгонном подъеме мудрости и силе духа. И так служить для Господа, это и значит служить Господу всем достоянием своим. Пкудей добавляет то, что называется Божественным Откровением. И слава Бога заполнила шатер. Итак, работа, которая говорится в главе Вейгель, заключается Божьей славой, которая привела к Божественному Откровению. А главы Трума и ТЦВ, хотя тоже похожи друг на друга, да? Вот они рассказывают о заповеди Бога, о строительстве святилища. Причем Трума рассказывает в основном о том, что было принесено, и непосредственно о святилище, и о том, что в нем. А глава ТЦВ о специальных одеждах священнослужителей. Итак, из Вейгель мы узнаем, как Маше сообщил об этой заповеди, и евреи ее выяснили. Из Пкудей мы можем знать о наполнении Мишкана славой Божьей, Духом Святым, Шахиной. И мы можем видеть четыре уровня диалога между человеком и Богом. Четыре стадии развития этих отношений. Сначала поступает инициатива от Бога сверху. Это заповедь. Заповедь открывает нам путь к объединению человека с волей Бога. Мы часто об этом забываем. Вот мы воле все по воле Божьей говорим. Как будто бы мы получили какое-то особое откровение, как нужно молиться, а если не по воле Божьей, значит, что получается? Не нужно вообще молиться. Правда? Здесь говорится о синергии, синергизме, то есть совместном действии. И это очень хорошо сказано в Пиркей. А вот, выполни заповедь Господа, как свою, тогда Он выполнит твою просьбу, как свою. Мы часто упускаем первое, и молим Бога, и выкручиваем его руки, а второе. Итак, сначала инициатива от Бога, заповеди. И даже если мы не имеем откровения особого, то заповеди, они недалеки от нас. Тора всегда перед нами. Затем, человек принимает на себя обязанность подчиняться. Он создает себе святое место, очищенное от заблуждения, относительно самодостаточности, чтобы Бог вошел туда и жил в нем. Чем больше у нас самодостаточности, гордости, тем меньше у нас остается места для Бога. И когда уже Бог действует в нас, тогда человек получает ответ Бога, раскрытие божественности. И мы уже можем говорить, 40 глава 1 стих сказал, Бог, обращаясь к Маше, в день новолуния первого месяца, в первый день месяца, в Везвиге шатер откровения. И мы можем видеть, что шатер откровения внутри каждого из нас. И последний, четвертый этап, когда уже мы выполнили Божию заповедь, когда мы принимаем на себя обязанности подчинения, Бог входит в нас, затем у нас создается шатер откровения, и Дух Святой живет в нас, и дает нам откровение, и направляет нас, и мы прислушаемся к этому. И тогда последний этап, это ответ Всевышнего, и закрыло облако шатер откровения, и слава Божья наполнила шатер. И еще несколько раз повторяется, делать все точно. Таразаконие, например, 5 глава, 32 стих, тоже говорит, смотрите, как повелел Господь Бог наш, не уклоняйтесь ни право, ни налево. И так и здесь заключаются очень интересными словами Саласна, всему, что Бог повелел Маше, в точности так исполнили сыны Израиля всю работу, и осмотрел Маше все сделанное, и увидел, что всю работу исполнили, как Бог повелел, в точности так, как благословил их Маше. И сказал Маше, что все хорошо. Амин.